Привет, друзья! Это Лена, и добро пожаловать снова на мой канал. И мне кажется, Морин Клайд на этот раз не залезает к нам в кадр. Мне в тот раз пришлось его довольно сильно вырезать. Вот еще мой микрофон. Я его на этот раз поставила немножко по-другому, поэтому, возможно, на этот раз вы на самом деле почувствуете разницу. Я надеюсь. Так, ну что, у нас сегодня фавориты 2019 года. Я несколько месяцев назад перестала снимать фавориты месяца, потому что, я не знаю, меня когда-нибудь немножко утомил этот формат, и, мне кажется, вы не особо по ним скучаете, поэтому, как бы, фавориты месяцев мертвы для нас. Но я решила, что так как конец года, в любом случае, будет полезно подвести какие-то бьюти итоги года и рассказать про средства, которые меня больше всего впечатлили за этот год, показать вам, рассказать немножко. Их много. Их просто очень много. И сейчас я, возможно, даже сяду немножко подальше. У меня микрофон точно не перестанет меня слышать, но просто... Так, так. Окей. Так, наверное, мы начнем, как всегда, с ухода. Тут очень много. Самое главное, что меня впечатлило в плане ухода в этом году, вот эти тканевые маски, это марка Gifonica. Точнее, Gifonica их поставляют в Россию. Это с собой Рино, как бы, от марка. И это... Я забыла, как говорится. Тканевые маски, которые вы используете по утрам. То есть, она действует за 60 секунд. Вы наносите на лицо, он как бы оставляете на минуту. Все, снимаете, лицо готово. То есть, это и тоник, и уход, и маска, и крем, и вообще все, что вам нужно. И оно такое классное, потому что после этой маски кожа немножко красноватая, потому что, видимо, она как-то воздействует на кожу. И потом, она просто классная. То есть, она, на самом деле, и тонизирована, ваша кожа, и увлажнена, и есть эффект от маски. То есть, кожа цветится намного лучше, намного. И потом хорошо ложится макияж. То есть, в общем, как бы, эта маска, она экономит время и дает эффект маски и ухода. И, на самом деле, кожа выглядит намного лучше с ней. Поэтому это было открытие для меня. То есть, вот из всего, что я попробовала, это была самая революционная и потрясающая вещь, которую я пробовала. И она меня просто спасает, потому что по утрам у меня нет никогда времени на маску. То есть, по утрам, например, в выходной день, да, перед работой, естественно, нет. А здесь, по сути, вы еще экономите время, потому что вам не нужно наносить тоник, сыворотку и крем. Вау. Просто вау. Еще в плане очищения мне очень понравился пилинг-скатка. Это тоже джипоника, это Цурури. Джипоника, мне кажется, просто она поставляет несколько разных марок нам на рынке. Я могу ошибаться. Но, в общем, это марка Цурури, это пилинг-скатка. И он такой классный. Он так хорошо очищает кожу, и кожа потом такая гладкая и мягкая, и прекрасная, и отличная. Вот поэтому из всех пилингов-скаток, которые я пробовала, этот на данный момент, безусловно, самый лучший. Он отлично очищает и скатывает. Дальше марка, которая мне очень понравилась, это Acne Control. И это очень недорогая марка, и я изначально немножко скептически к ним относилась, потому что они очень недорогие. Но вся линейка абсолютно потрясающая. Если у вас проблемная кожа, серьезно, и что мне нравится в этой марке, это то, что они рассчитаны на проблемную, но при этом не как бы подростковую кожу. Что одно дело, когда вам 13, и у вас высыпали прыщи, у вас одна кожа. Когда вам 30-ник, и у вас все еще есть прыщи, у вас кожа нуждается значительно в большем. Вот эти средства подходят как раз на более возрастную кожу. То есть их можно использовать и с более молодой кожей, но и с более возрастной. У них абсолютно потрясающий гель для умывания, он у меня закончился, и он был супер. То есть это был гель для умывания, от которого я видела потрясающую разницу. То есть моя кожа стала намного чище с ним, и при этом, в отличие от очень многих средств для мотирования, очищения кожи, он не сушил кожу вообще. И эти два крема мне также очень понравились, это дневной и ночной крем. Дневной прекрасно мотировал, ночной боролся с прыщиками, так как бы вместе, это команда мечты. Если у вас проблемная кожа, серьезно, присмотритесь к ним. Они очень-очень бюджетные, но при этом они очень эффективные. Еще два средства, которые мне понравились в плане проблемной кожи, это марка Плацентоль, волшебное зеркало, лосьон-бальзам и гель-бальзам для проблемной кожи. Лосьон хорошо очищает и подсушивает прыщики, а вот этот вот гель, он очень хорош на утро, потому что он матирует кожу, он делает ее матой в течение всего дня. Тональный крем хорошо держится, кожа матовая, все отлично, и также он подсушивает прыщики тоже, поэтому отечественная марка, которая также делает прекрасные средства для проблемной кожи. У меня вчера были кудряшки, у меня также вчера был корпоратив, вот, и они частично у меня сохранились, но частично, вот, поэтому к ним мы еще перейдем. Дальше, что мне очень понравилось, было несколько линеек, чьи, ну, как бы все линейки мне очень понравились, но, как бы, вот здесь только вот самые-самые потрясающие вау-средства. В том числе марка Эмви, я с ними познакомилась только в этом году, и они просто супер. Я у них пробовала ночную сыворотку, ночной крем, гель для умывания, тоник, все просто шикарное, и особенно мне понравился крем для век. Вот он один из лучших кремов для век, который я когда-либо пробовала. Он моментально впитывается, очень хорошо ложится, он прекрасно увлажняет и питает кожу под глазами, он борется с морщинками, у него хорошо ложится консилер. И в целом, вот это один из тех кремов для век, от которых я вижу эффект, то есть я вижу, что кожа вокруг глаз стала лучше, поэтому прекрасный крем. То есть вся линейка очень хорошая, вся марка мне как бы прямо очень нравится, вот, но этот крем просто вот вау. Еще одна марка, которая мне понравилась, это Пьюн Кань Юль. Вот она очень-очень хорошая марка. У них есть увлажняющий тонер, сыворотка и крем также глубоко увлажняющий. Все средства классные, но вот сыворотка, я хочу ее отдельно отметить, потому что она потрясающая. Она вот, ну как бы в целом вся эта марка, вся эта марка, вот эта линейка, это одна из тех марок, которые вы наносите на кожу, как бы вы пользуетесь в течение этих недель, и вы чувствуете, что вашей коже нравится. Коже просто, просто хорошо и комфортно. То есть просто классно. Вот, сыворотка очень хорошо увлажняет, мне очень понравилось, ну точнее меня удивило сначала, я видела она как бы молочного цвета. Я в первый раз, мне кажется, вижу вообще сыворотку такую, они обычно прозрачные, вот эта белая, и такая вау. Вот, но она такая приятная на кожу, она так здорово увлажняет, при этом не делает кожу жирной, просто очень приятная. Еще одна сыворотка, которая мне понравилась, и здесь осталось ровно одно применение, просто чтобы вы понимали, насколько она мне понравилась. Это марка Molecularis, опять же, в этом году только я с ними познакомилась, прекрасная марка. Вот все средства, которые я у них пробовала, все классные, но эту сыворотку я хочу отметить особенно. Это линейка Wild Cat, и, естественно, я её хотела попробовать просто потому, что вот эта упаковка, название и упаковка. Она чёрная, с зелёными кашечными глазами, прям как у моей катофеюшки. Сыворотка супер, и это одна из редких сывороток, которые я могу использовать по утрам под свой обычный дневной крем, потому что она не делает кожу слишком жирной. То есть она её питает и увлажняет, и как бы заботятся о ней, и выравнивает тон лица, и выравнивает текстуру кожи, и всё это делает, но при этом он не делает кожу жирной, поэтому прекрасная сыворотка. Я уверена, что я её закажу снова, когда она закончится. Вот, ну, в общем, да, супер. Так, в плане ухода за телом, вот я сейчас смотрю, и всё, что я вижу, это вот этот вот автозагар. Да, из-за того, что я, честно говоря, не могу вспомнить, как бы, какой из автозагаров Сент-Морис мне понравился вот в этом году, потому что я просто люблю все их автозагары, но мне кажется, вот этот я пробовала в этом году, и он супер, он просто роскошный. Это сухое масло, автобронзант, и оно, во-первых, вы его можете как бы нанести, и оно сразу даёт эффект, оно сразу даёт, ну, как бы, смуглый оттенок, оно очень легко наносится. Я бы сказала так, если вы только начинаете с автозагаром, или вам не везёт, он у вас постоянно неровно ложится, попробуйте это масло, оно всегда ложится ровно. Оно у меня немного израсходно, но я его берегу. То есть вот на тот день, когда я знаю, что я проснусь, и мне нужно будет его нанести, и быть смуглой, и как бы сразу получить эффекты, чтобы оно работало, вот как бы на эти дни я берегу это масло. То есть, как бы, у меня много разных автозагаров, и когда я берегу какой-то продукт для специальных случаев, вы знаете, что он на самом деле хороший, поэтому это масло роскошное. Так, теперь в плане ухода за волосами. Мне очень понравились вот эти два шампуня, Милриш, они супер. Во-первых, у них вот эти вот классные дозаторы, господи, как они мне нравятся. Если я мою голову с утра, у меня просто нет сил вот как бы выдавливать вот это вот всё. Нет, слишком долго, слишком тяжело, мне и так с утра сложно и плохо. А тут эти дозаторы, они мне поэтому сразу понравились. Но шампунь и консилер, во-первых, так, кстати, как они называются, Moist Treatment, как бы глубокое увлажнение, оба подходят для окрашенных волос, что здорово, потому что я волосы окрашиваю, и как вы, возможно, помните, у меня был просто какой-то брейн-фарт в этом году. Я сделала мелирование, что просто худшая ошибка этого года. Вот, но я к тому, что как бы у меня под этим всем вот эти вот тупые белые прядки. Ничего против мелирования не имею, очень многим оно уйдёт, на мне это было просто кошмар. Вот, но как бы, да, поэтому мне нужно делать всё, чтобы краска держалась у меня на волосах, и эти шампуни, консилер вообще её не вымывают, при этом они так хорошо увлажняют волосы, и при этом их промывают, они просто роскошны. Одни из лучших средств, которые я когда-либо пробовала, я в полнейшем восторге была. А вот самые, наверное, революционные для меня средства в этом году в плане ухода, это марка, которую я вам про неё неоднократно рассказывала, Чарльз Уорсентон. Я люблю все средства в этой марке, которые вообще есть, но эти, они просто из другой лиги. Это глубоко очищающий шампунь и кондиционер, и они настолько хорошие. Я была просто в шоке. То есть, как бы, каждый раз, когда я пробую, что новую Чарльз Уорсентон, я знаю, что мне понравится, просто потому что они не умеют делать плохие средства для ухода за волосами. Просто нет, они все у них шикарные. Но эти, они просто game changer. То есть, они глубоко очищают и при этом увлажняют волосы. То есть, я не против глубоко очищающих шампуней и кондиционеров, но обычно глубоко очищающие шампуни, они очень сушат волосы. А у меня волосы, как вы, наверное, понимаете, и так нуждаются в экстра увлажнении, и так как бы, типа, оу, я их много крашу, я их укладываю там в том числе этими щипцами, плойкой и чем только могу, там, лаки для волос, сухие шампуни. Все, что можно нанести на волосы, какие-то периодики наношу, поэтому мои волосы не нуждаются в экстра иссушении. Но эти средства, они очень питают волосы. То есть, после них волосы такие мягкие, увлажненные, как после увлажняющего шампуня. Но при этом они хорошо очищенные. Я не понимаю, как это работает, мне кажется, какая-то черная магия. И опять же, это вот средства, которые я берегу. То есть, они у меня стоят, и я там вот раз в пару недель ими пользуюсь, чтобы, не дай бог, они не закончились слишком быстро. Они просто драгоценные для меня. К слову про Чарльз Вожнеттон, раз уж мы про них заговорили, мне очень понравился этот спрей, он уже, мне кажется, на половину закончился. Это вуаль для волос термозащита и легкое расчесывание. Это спрей 2 в 1. То есть, вы его наносите, и с одной стороны, он помогает вам легче расчесать волосы, пока они влажные, и с другой стороны, он их защищает от фена или там утюжка, или любой другой горячей укладки, что супер. При этом он не утяжеляет волосы и не склеивает. Он их не склеивает, что прекрасно. Поэтому средство супер, уже, да, вот оно у меня изрядно закончилось. Я им пользуюсь каждый раз, когда знаю, что будут сушить волосы феном. Или когда я знаю, что вот они сейчас высохнут, и я их там буду щеткой выпрямителем расчесывать, или вот там штукой для кудрей, как я вчера это делала, в общем. Незаменимая вещь. Я просто вот одно из тех средств, которые просто must-have у меня вот в уходе за волосами. То есть, как бы им я пользуюсь просто постоянно. Это находка для меня. Вот. Ещё одно средство Чарльза Уорсентон. Это как раз, к слову, про мои кудри. Я вчера с утра... У меня просто был некоторый экспириенс. Я сделала кудряшки неделю назад. То есть, как бы я делала... Ну, вот мой винтажный способ, когда я их накручиваю. Невидимки оставляю на ночь, потом распускаю. И такие, ууу, кудри. Я нанесла лак для волос, вышла на улицу. И пока я доехала до работы, от кудри уже мало что осталось. Я такая, блин. Я просто живу довольно далеко от метро. И пока я дошла, как-то оно... Вот. А вчера я укладывала специально этой штукой... Как она называется? Вот baby-liss, которая... Вот вы заосовываете прядь, она накручивается, пищит. Вы отпускаете, и у вас кудряшка. Лучшее описание. Лучшее описание просто жизни. Вот, в общем, я накрутила кудри так. Я нанесла вот этот лак. Фиксирующий. Это Чарльз Восентон. Diamond Shine Hair Spray. То есть, он передает и блеск, и фиксацию. И мне всегда нравилось, как он работает. Но вчера я вышла, и я поняла, что на улице вот этот вот мокрый снег. Изморозь. И вот как бы оно моросит мне на волосы. А я без шарки, естественно, чтобы все это не примять. Я не могу надеть шарф. Потому что, опять же, он все... В смысле, этот капюшон. Потому что он все примнет. У меня, естественно, нет зонта, потому что, блин, декабрь. Вот. И я иду до метро. Я просто как бы... Я потратила столько времени на то, чтобы уложить волосы. И как бы, и пока я до работы, ничего от этого не останется. И я в метро, ну, как бы много людей. Я не могу даже взять зеркало, чтобы посмотреть на вот это разочарование у себя на голове. Я еду на работу, я прямо готовлюсь к тому, что все плохо. Я захожу в кабинет, и одна из коллег такая... О, привет, Мэрлин Монро! И тут я поняла, что мои кудряшки еще на месте. Вот. В общем, да, они были на месте. Они были отличные. Они были такие... У-у-у, прямо кудри-кудри. Я везде с ними проходила. Я отплясала с ними корпоратив. Я с ними спала. Я проснулась. Я такая, ну, они, конечно, уже не те, что вчера. Но они еще держатся. И я думаю, что это заслуга вот этого лака для волос. Потому что он их зафиксировал. При этом он их не склеил. Потому что многие лаки, они настолько склеивают кудри, что они прям хрустят. Знаете, вот эффект прям... Вот. А здесь нет. Они как бы, они подвижные, они классные. То есть там, ну, до какой-то здоровой меры есть вот это вот. Пластичность, если можно так сказать. Вот. То есть нет еще никаких склеенных волос. Но при этом они просто прекрасно держатся. Поэтому это вот из всех лаков для волос, которые я пробовала, это лучший. На самом деле. Лучший лак для волос. Просто вот the best. Так. Еще для волос. Мне очень понравилось вот это масло. Я не помню, я в этом году его пробовала или нет. Если нет, то... Если да, то... Это Husk Coconut Oil. У меня есть несколько масел для волос от Husk. Мне кажется, все. И они все прекрасные. Но вот это вот, как у вас, во-первых... Серьезно? Я попробую так. Во-первых, оно наполовину закончилось. Что для меня прямо достижение. Потому что я им пользуюсь практически каждый раз, когда мою голову. И вот потом я его наношу. То есть, если я делаю кудряшки, я масла стараюсь не наносить. Но если я потом буду выпрямлять волосы, чаще всего я наношу. Оно, с одной стороны, не утяжеляет. Оно дает просто нереальный блеск волосам. И волосы такие мягкие, и такие гладкие после него. И оно вкусно пахнет. Поэтому вот эти вот масла, они недорогие, но они отличные. Так, и последняя вещь для волос, которая мне понравилась. Я в какой-то момент забыла про сухие шампуни Батиста. В этом году я про них вспомнила. И они шикарные. Все, что я могу сказать. Вот сейчас у меня Pink Pineapple. Прекрасно пахнет. И делает волосы чистыми на весь день. И дает нереальный объем. Окей, друзья. Декоративная косметика здесь лежит очень много. Я начну с... Это не совсем декоративная косметика. Скорее, ну, как бы, скорее уход. Но, в общем. Скраб для губ Mary Kay Satin Lips. Это лучший скраб, который я пробовала. Он отличный. Он довольно мелкий. Но при этом он... Я не знаю, видите вы что-то или нет. В общем, он очень хорошо очищает губы. И при этом он их увлажняет. И на мне вот вчера весь день была матовая помада жидкая, которая очень сушила мои губы. И с утра я проснулась. И у меня еще немножко вот эта вот помада красная осталась. Я такая, ой, губы очень сухие. И я нанесла этот скраб. И, во-первых, он стер остатки помады. А, во-вторых, он дал прекрасное очищение и увлажнение. И это было классно. Вот, поэтому мой любимый скраб для губ. Я не знаю, как я жила без этого скраба для губ. Вот в буквальном смысле. Он лучший. Давайте, наверное, начнем со средств для лица. База, которая мне понравилась. Vivienne Sabo Prima Ballerina. Это очень прикольная база. Она... Вы ее видели в одном из видео с новой косметикой. Она розоватая. Но при этом, когда вы ее наносите, она дает мерцание и немножко увлажнение. И мне она нравится сейчас, потому что, ну, как бы немножко мерцание, но оно есть. И смотрится очень здорово на лице, но при этом как бы не блестки, а просто вот, ну, как будто лицо подсвечено изнутри. Но не слишком. И на нее хорошо ложится тональный крем. И хорошо держится. В общем, отличная база. Так, тональное средство. Первое, которое мне понравилось, это Corus CC Cream Wild Rose. Это один из лучших CC Cream'ов, во-первых, потому что у него на самом деле есть оттенок. Вот он, вы видите, что он. Он непрозрачный. То есть, для меня он дает достаточно плотное покрытие. Я его просто обожаю. Он хорошо ложится, он хорошо держится. Он не делает кожу жирной. Он просто очень комфортный на лице. И, ну, в целом, как бы Corus, все, что делает Corus, мне нравится. Я люблю эту марку. Просто лучшая марка для меня. Ну, одна из лучших марок. Вот, в общем, CC Cream мне очень нравится. Отлично держится. Он довольно темный. У меня оттенок Medium, мне кажется. Да, Medium Shade. Он довольно темный. Поэтому я его обычно смешиваю с каким-то более светлым тональным средством. Либо, если я очень смогла, я ношу его сам по себе. Но он прекрасный. Просто один из лучших. Дальше мне очень понравилось... Я, честно, честно, я не очень ждала. Это Feverlick, линейка I.C. Wool. И я не знаю почему, но я думала, окей. Ну, как бы с тональным средством сложно сделать хорошее тональное средство. Очевидно. Ну, как бы я все понимаю. Но я его попробовала. И я думала, ну, возможно, оно будет хорошее. Но оно отлично. Это теперь мое тональное средство на каждый день. Это Cushion оттенок 6168. Или они все единые? Ну, в общем, этим Cushion я пользуюсь каждый день. Я его нанесла сегодня, я его просто обожаю. И мой Ring Light внезапно стал, мне кажется, на тон ярче. Я не знаю почему. Он ровно ложится, этот Cushion. Он хорошо держится. То есть, в течение дня он очень хорошо носится на коже. Потому что у меня кожа очень жирная, как я уже говорила. И очень многие данные средства начинают просто как бы отделяться от моей кожи в течение дня. И как бы просто ужасно смотреться. А этот нет, у меня в день смотрится хорошо. Поэтому он очень недорогой, но при этом он очень качественный. Вот как бы мое средство на каждый день. У меня сейчас кожа на что-то вот она психанула. Я не очень понимаю, то ли какое-то новое средство из ухода. Вроде бы никаких новых средств нет, кроме одного средства для умывания. В котором, мне кажется, состав абсолютно нормальный. То ли, я думаю, что вчера я съела довольно много мандаринов. Возможно, из-за этого. В общем, у меня кожа немножко шелушится. Я в курсе. Но это вот как бы... Я сегодня образуюсь, я такая, окей. Окей. Это что такое? Но мне сегодня нужно снимать. Поэтому я ничего не могу сделать. Я сделала успокаивающую маску. Ну, как бы... Я знаю. Я знаю. Так, следующий данный крем, который мне понравился, это Lottie London Selfie Ready оттенок Golden. Один из лучших данных кремов ever. Я его люблю, потому что у него очень плотное покрытие. Сон, в буквальном смысле, нужно совсем чуть-чуть для плотного нанесения. Сон, он очень экономично расходуется. Я каждый раз его выдавливаю слишком много. Потому что в плане вот плотности нанесения он... Ну, как бы я не привыкла к такому. Его нужно совсем чуть-чуть, чтобы вот полностью закрасить все лицо, если вы понимаете, о чем я. И он очень матовый, но при этом он... Ну, как бы кожа все равно выглядит кожей. То есть, я бы сказала, что это один из лучших матовых тональных кремов для лица. Безусловно. Очень его люблю. Хорошо держится в течение всего дня. Ну, как бы просто отличный, матирующий тональный крем, который при этом не выглядит как маска. Шикарнейший. Так, еще один матирующий тональный крем. Я так долго мечтала об этом тональном креме. Это Kat Von D Lock It. Я просто... У меня оттенок... У меня, кстати, у Lottie был оттенок Golden. Вот. А здесь оттенок Light Warm, оттенок 45, номер. Это отличный тональный крем. Но он очень плотный. Очень. То есть, это не тональный крем на каждый день. Я его беру, когда мне нужно вот там, например, там, днем будет мероприятие. Я там с работы должна отбежать на мероприятие, чтобы нормально выглядеть. Или вечером мероприятие, или в течение дня мероприятие. Или после работы я еще куда-то еду, мне нужно нормально выглядеть. Ну, то есть, чаще всего я им пользуюсь, когда я знаю, что мне нужно будет фотографироваться. Вот, вот что я сейчас пытаюсь объяснить. Потому что он плотный, но он очень плотный. То есть, как бы, это для меня вот такой тон на выход. Тон, когда мне нужно вот максимально вообще плотно замазать все, что здесь есть. И он очень матовый. Очень. То есть, обычно я его развожу с чем-то там, типа, CC крема, или BB крема, или увлажняющего крема. Просто, чтобы покрытие было немножко более кожеподобным. То есть, он смотрится естественно, но при этом, ну, как бы, он плотный. Он плотный. Но он замазывает все. Все в один слой. Поэтому тут, как бы, без претензий. Отличный тональный крем, если вы любите очень плотное покрытие. Консидер, который мне понравился в этом году, также недавно его попробовала. Кстати, вот видео, где я только пробую вот этот тональный крем и этот консидер, мне кажется, еще не на канале. Но я его снимала где-то, наверное, месяц назад. Поэтому, как бы, я пользовалась этим средством, и этим средством достаточно долго, и я, как бы, все под контролем. Вот, консидер NYX HD. У меня оттенок NC02. Прекрасный консидер. Он так хорошо и ровно ложится. Он очень плотный. Очень плотный. Я его ношу под глаза, и он просто маскирует все. Держится весь день, не затекает в морщинке, не скатывается, ничего. Он просто держится там, где ему нужно быть. И он бюджетный, и это просто прекрасно. Пудра, которая мне понравилась, Smashbox Photo Filter оттенок 5. Она темная. Она сейчас для меня слишком темная, поэтому я ее использую, когда она мне либо автозагар, либо лето. Прекрасная пудра. Она очень ровно ложится, она матирует, при этом кожа выглядит кожей. Одна из лучших пудр на свете, которым я когда-либо пользовалась, безусловно. Очень приятная. Естественно, смотрится, и у кожи потом на нее нет никакой реакции. В общем, классная пудра. Так, потом, наверное... А, нет, вот еще одно средство для лица, про которое я забыла. Это румяна Vivienne Sabo. Это коллекция Rouge Boutique. И у меня здесь должно быть два оттенка. Сейчас я ее беру. Да, нет, да. Оттенок 02 Rose и оттенок 01 Gerbera Rose. Он как бы ожидаемо розовый. Он смотрится естественно и симпатично. И я до этого года не любила кремовый румяна, потому что у меня жирная кожа. Для меня кремовые текстуры это всегда чревато. Но эти средства, они настолько простые в использовании. Они просто настолько удобные. И так естественно смотрятся. Вот на мне сейчас румяна оттенок 01 Gerbera. Я их так люблю. Я сегодня не планировала красную помаду. И вот, например, на макияж с какой-нибудь нюдовой помадой, более такой нейтральный макияж. Это идеальнейшее дополнение. Сегодня я накрасила, но я такая, хм, кудря. А не сделайте красную помаду в конце концов. Вот, поэтому, ну как бы то ни было. Вот, этот оттенок, я его очень люблю. Это вот, опять же, один из оттенков на каждый день. Потому что тут смотрится естественно, но в то же время придает лицу вот этот вот приятный румянец. И румяна немножечко мерцает, но совсем немножко. Опять же, это вот чревато для людей с расширенными порами и жирной кожей. Но эти не слишком блестят. Просто вот, ну как бы, здоровый цвет лица. Так, переходим к глазам. Первое, что мне понравилось. Я пробовала очень много разных баз под тени. И они все, ну как бы, нет, ну есть совсем чудовищные. Есть неплохие. У меня очень жирная кожа. В том числе, вот у меня веки, у меня все скатывается. Все скатывается постоянно. Поэтому большинство баз под макияж, про которые пишут, типа, о, она бюджетная и отличная. Мне не заходит, потому что, как бы, все скатывается. И я давно хотела купить базу от Nars, потому что я слышала, что это лучшая база жизни. Я это откладывала, потому что я такая, оно не дешевое. Возможно, я смогу найти что-то менее дорогое. И в какой-то момент я просто, я купила очередную базу, мне кажется, была The Balm, и с ней все скатывалось. Я такая, ладно, окей, все, купить. Добавить в корзину и оплатить. Это лучшая база под тени для меня, в моих глазах, как бы, официально. Нет ничего лучше этой базы. Она прекраснейшая. Она отличная с ней. Тени хорошо наносятся, долго держатся, ну, как бы, они держатся, пока вы их не смоете. Прекрасная база. Тени, которые мне понравились. Во-первых, мне понравились гелевые тени Make Up For Ever Aqua XL, оттенок L54. Это очень хорошие тени, когда вам нужен какой-то оттенок на все века, или когда вам нужна коричневая база. Под тени, какие-нибудь под другие тени, эти тени, во-первых, они очень экономично расходятся. Вам нужно совсем чуть-чуть, чтобы получить оттенок. Я совсем мало взяла. Ну, в общем, вы можете сделать, нанести немножко, они смотрятся естественно, можете наносить больше. Они прекрасно растушевываются просто пальцем. Они мне за это очень нравятся. То есть, когда у меня вообще нет времени, я ношу эти тени просто вот как бы вот так вот, и все, я могу выбегать. Они долго держатся, они на самом деле неплохо держатся и без базы. То есть, иногда, например, я их использую вместо базы под тени. Но обычно я их все равно использую с базами, но тем не менее, их можно использовать как бы вместо базы. Если я, наверное, ношу какие-то мерцающие тени, я часто беру их, потому что это красивая, более темная база. И сами по себе красивые, как база, красивые. Отличные тени. Дальше мне понравились еще одни тени-однушки. Это Catrice Precious Pigment оттенок 050 Eclipse. Еще одни тени, которые очень хороши сами по себе. То есть, вам не нужно с ними наносить больше ничего. Я их вот недавно с собой брала в поездку, где я понимала, что я не буду сильно краситься. То есть, я просто взяла только эти тени и носила их на все подвижное веко и на нижнее веко. И мне их было вполне достаточно. Чуть я слишком мало. Хорошо растушевывается, хорошо держится. Очень нейтральный оттенок. Я люблю свои коричневые тени. Вы знаете меня, и это прекраснейший оттенок для меня. Так, теперь поехали с палетками. Две любимые палетки этого года. Первая, неудивительная. Это Kat Von D Shade and Light. Господи, я так люблю эту палетку. Я просто так люблю эту палетку. Она у меня вся замызгана. Нужно было ее помыть перед этим видео. Но я просто... Я так много ей пользуюсь. Она идеальнейшая матовая палетка. Идеальнейшая. Вот этот цвет я практически каждый день наношу на... Его, да. Наношу на все подвижное веко в качестве базы. Вот как бы в целом вот это очень нейтральные оттенки. Эти теплые прекрасные. Эти холодные не столь носибельные, но тем не менее тоже носибельные. Вот эти оттенки прекрасные для растушевывания сладки между веками. Тени настолько легко растушевываются. Они такие простые в работе. Они такие красивые. Они просто настолько качественные. Я их попробовала и я такая, окей. Окей. Вот как бы это одни из тех теней, в которых вы прекрасно понимаете, за что вы платите. Потому что они на самом деле вот из другой лиги в плане качества. Именно как тени. Степена с тенями все-таки вот как бы из всей косметики именно тени, мне кажется, сложно сделать хорошими бюджетными. То есть даже те бюджетные марки, которые я очень люблю, мне кажется, что тени все-таки вот более дорогие, а не получше. Ну, все я чувствую разницу. То есть, например, там тон есть оттенальные средства, которые там, не знаю, стоят 500 рублей, которые по качеству. Но мне нравятся так же, как там финальные средства за 2000. То есть, ну, на мне они носятся так же хорошо. Помады, румяны, бронзеры, что угодно. Вот как бы мне кажется, что в плане качества может конкурировать. Но тени, вот все-таки тени, мне кажется, что сложно найти бюджетные тени, которые столь же прекрасны, как и вот более дорогие. Ну, как бы мое субъективное мнение. Дальше мне очень понравилась вот эта палетка Huda Beauty Warm Brown Obsessions. Она такая красивая. Вы знаете меня. Я люблю свои коричневые тени. Я люблю свои теплые коричневые тени. Поэтому эта палетка была просто идеальна для меня. Здесь есть все коричневые тени, которые мне нужны. Серьезно. Более теплые, более рыжие, более желтоватые, красноватые. Они все-таки красивые. И опять же, в плане качества эта палетка настолько простая в работе, то есть тени, они как будто сами себя растушевывают. Вот в буквальном смысле. То есть, когда я смотрела на стоимость вот этих вот палеток, ну, таких более дорогих, я думала, что такие деньги. Им стоит просто самим наноситься на мое лицо. Они, конечно, этого не делают, но они настолько легко растушевываются, что, ну, как бы, они просто очень простые в работе. Поэтому они полностью того стоят. Они пигментированы, они прекрасно держатся, они просто замечательные. А вот этот вот золотой пигмент, он был моим лучшим другом вот перед новогодними. То есть, на работе последние дни, честно говоря, я носила довольно такой блестящий, яркий макияж. И вот эти тени я носила практически каждый день. Они так блестят. Они так блестят. Нужно было их нести сегодня, чтобы вам показать. Они просто невероятные. Еще одна палетка – это как бы и тени, и хайлайтеры два в одном. Они мне очень понравились. Это, опять же, Kat Von D. Оттенок называется Alchemist. Это одна из ее самых культовых палеток, мне кажется. Ну, как и Shade and Light. Они все культовые. Эта палетка изначально подразумевалась как хайлайтеры. Я как хайлайтер использую только оттенок Opal. Вот его. Ну, еще иногда вот этот вот, если прям совсем психомат. Вот. Фиолетовый и бирюзовый, естественно, как хайлайтеры. Я не использую. Я их использую как тени. И они такие красивые, и так блестят. Они, кстати, очень хорошо смотрятся поверх вот этой базы. У меня на канале есть обзор на эту палетку. Я там делаю сводчи как раз вот с этой базой. Поэтому, если вам интересно, посмотрите. Но это просто выглядит настолько красиво. Они такие мерцающие. Я люблю иногда вот свой такой мерцающий, яркий макияж. И это мой лучший друг в этом плане. То есть, опять же, палетка, которая в плане качества. Как бы я просто лично я нигде не встречала вот таких теней. Ну, вот я имею в виду там, например, бюджетных. У Anastasia Beverly Hills есть похожая палетка хайлайтеров. Но я ее лично не пробовала. Anastasia – это марка, с которой я хочу познакомиться в следующем году. Потому что я в буквальном смысле не пробовала ничего Anastasia. Я думаю, что это нужно исправить. Вот все, что я скажу. Но из того, что я пробовала, ничего даже близко не сравнится вот с этими хайлайтерами тенями. Они прекрасные. Две подводки, которые мне понравились. Первая, опять же, Kat Von D. Вы уже поняли, это был год Kat Von D для меня. Tacho Liner – это прекрасный маркер. Он очень удобный. У него как бы не аппликатор, как у обычных маркеров. А мне кажется, что он почти как кисточка. И он так хорошо прорисовывает стрелки. Такое простое в использовании. Один из лучших маркеров, безусловно. Второе, что мне понравилось – это любимая подводка года. И это просто любимая подводка жизни. Это Vivienne Sabo от линейки Merci. Я не помню, я бы говорила про нее в фаворитах прошлого года или нет. Но если нет, то вот она. Она у меня же на последнем из дыханий. Но у меня уже есть бэкап, потому что я никогда в жизни не хочу остаться без этой подводки. Она лучшая. У нее очень удобная тоненькая кисточка. У нее идеальная, плотная, насыщенная формула, которая не слишком густая, не слишком липкая, не слишком жидкая. Она вот просто золотая середина. Вот ровно то, какой должна быть жидкая подводка, является собой вот эта подводка Merci. Лучшая подводка. У Vivienne Sabo есть разные подводки, но это на самом деле просто вот лучшее. Абсолютно лучшее. Я пробовала и бюджетные, и небюджетные подводки. И это лучшее из них из всех. Вот все, что я могу сказать. И это потому, что я люблю свои стрелки. Вы знаете мне, я каждый день ношу стрелки. Вот сегодня у меня нет подводки, но тем не менее, практически каждый день я ношу ее, потому что ничем нельзя прорисовать стрелки настолько легко, как ей. Если там длинные, короткие, широкие, тонкие, там стрелочку. Вот как бы вы не хотели прорисовать, этой кисточкой это сделать максимально просто. Это самая простая в использовании подводка, которая у меня была. Теперь туши, которые мне понравились. Снова Vivienne Sabo. Мне очень понравилась база под тушь Cabaret Premier. Она белая. Ну, сейчас она у меня, конечно, немножко в подводке и в туши, поэтому она не совсем белая. Я ее использую каждый раз, когда мне нужно, чтобы мои ресницы были длиннее, чем они есть. То есть я ее пользуюсь, ну, наверное, каждый второй день. Она классная, и она их на самом деле удлиняет, но не делает толстым. Потому что я помню, раньше были базы под тушь, которые просто обволакивали ресницы вот белым слоем толстым. А это просто их удлиняет. Две туши, которые мне понравились, это опять же Vivienne Sabo. У Vivienne Sabo вышла линейка целая разных тушей, которые они позиционируют как лучше, чем Cabaret. Cabaret Vivienne Sabo официально самая любимая всеми тушь. Я думаю, что мы все можем с ним согласиться. И поэтому, когда они скажут, что эти туши лучше, чем Cabaret, я такая, в смысле? Вот, но эта тушь, она... Мне сложно сказать, что лучше Cabaret, просто потому что мне сложно сравнивать с Cabaret, потому что я настолько люблю Cabaret. Но она не хуже, вот что я могу сказать. Она называется Adilterre. Я каждый раз просто орус этого названия. Она прекрасная. У нее очень удобная кисточка. И она так прокрашивает реснички. То есть вот кисточка для меня, вот из всех кисточек, которые я пробовала, это моя самая-самая любимая вообще кисточка жизни. Она их так прокрашивает, она их так удлиняет, она их подкручивает. Держится весь день, не отпечатывается. Просто вот идеальнейшая тушь. Потрясающе. Я так ее люблю. Это такая хорошая тушь. Еще мне очень понравилась тушь из коллекции Modern Ballerine. Опять же, я не уверена, что видео уже есть на моем канале. Если есть, то вы ее увидите в деле. Пользует практически каждый день. Прекрасно прокрашивает, удлиняет, подкручивает. В общем, все, что нужно, делает. Не отпечатывается. Восхитительное. Вот Vivienne Sabo, они постоянно делают то, что делают. Все лучше, лучше и лучше. И вот я не понимаю, как. Потому что это очень бюджетная марка. Но мы про них еще поговорим. Но они просто делают все очень хорошо. Я не знаю, как. Но, как бы, я не задаю лишних вопросов до тех пор, пока их средство невероятно высокого качества. Поэтому, Vivienne Sabo. Так, брови, кажется, из глаз у нас остались. Первое, что мне понравилось, это любимый карандаш для бровей этого года. Это Faberlic. Я начала год с него. Мы отмечали Новый год в поездке. Я в поездку взяла этот карандаш. Влюбилась в него. Это вот у меня уже второй. Он у меня только что закончился. Вот он. Это идеальный карандаш. Я взяла эти карандаши всех оттенков. Это самый темный. Оттенок называется номер 5563 Deep Brown. Я уже заказала еще один. Он мне сейчас вот ездит. Потому что я просто... Мое сердце разрывается при мысли, что я буду встречать Новый год. Сейчас вот конец декабря. Что я буду встречать Новый год без этого карандаша. Я просто, как бы, блин, в смысле. Он идеальный. У него идеально тоненький грифель. Прекрасный оттенок. Хорошо держится. Просто консистенция. Все в этом карандаше идеально. И у Faberlic он стоит, ну, обычно, там, в районе 200 рублей. Там, 250 или еще что-то. То есть, он бюджетный. И он просто потрясающий. Обожаю этот карандаш. Один из лучших карандашей просто жизни. Так. Тени для бровей, которые мне очень понравились. Это уже Kat Von D. Оттенок Medium Brown. И когда в первый раз я взяла эти тени, я увидела, что они блестят. Они с шиммером. И я такая, в смысле? Что? Но они оказались потрясающие. Они сейчас у меня, как бы, на бровях. Оттенок немножко более светлый, чем я люблю. Но при этом мне нравится, как он смотрится. То есть, когда я их только открыла, я такая... Я их заказывала из американской сифары. И когда они ушли, я такая, окей, они очень светлые и блестящие. Что я вообще делаю с своей жизнью? Но они классные. Они на бровях смотрятся идеально. И в плане консистенции это просто лучшие тени для бровей, которые я когда-либо использовала. Они такие легкие в работе. Я неоднократно говорила это за это видео. Но в целом, как бы, в этом году я нашла много средств, которые просто очень простые и удобные в работе. Вот, ну, в плане нанесения макияжа. И это, безусловно, одно из них. Я обожаю тени практически каждый день ими пользуюсь. Это, безусловно, вот, ну, как бы, из всех теней для бровей, которые я пробовала, эти лучшие. И мне кажется, у нас остались только средства для губ. Их много. Карандаши для губ, которые мне понравились. Опять же, я не помню, они у меня были в этом году или в прошлом. Но Vivienne Sabo оттенок 101 и 102. 101 – это вот он. Это такой нюд. Прекрасный карандаш. И оттенок 102, он у меня уже изрядно израсходован. Это более коричневый нюд. Вот он. То есть, 101 немножко более розоватый. Это прям такой настоящий коричневатый нюд. То есть, с большинством своих светлых и нюдовых помад я ношу этот карандаш. Поэтому он уже изрядно израсходован. Более розовые карандаши, которые мне понравились. Первый – это Stellaria… Нет, не розовые. В общем, не нюдовые карандаши. Первый – это Stellaria оттенок Peach. Я его ношу практически с каждой более такой розоватой или персиковой помадой. Во-первых, он автоматически, что делает его намного более удобным, чем вообще всё в жизни. Этот оттенок, он настолько универсальный. Он подходит под кучу разных помад, под кучу разных оттенков. Более нюдовые, более персиковые, розоватые, персиковые. Он подходит под них под все. Потрясающий цвет. И сам карандаш мягкий, приятный, классный, отличного качества. Следующий карандаш – это Faberlic. Это линейка Star Autograph. Звёздный автограф. И оттенок 43-084. Оттенок немножко похож. Сейчас вы поймёте, о чём я. Вот, видите? Stellaria Faberlic. Он похож, он тоже розоватый. Этот немножко... Немножко более тёплый, я бы сказала. Они похожи, но просто они мне оба одинаково нравятся. Оба отличного качества, оба очень недорогие. И эти цвета, которые просто подходят подо всё. Ну, не подо всё, но под очень большое количество моих помад. Так, а теперь, собственно, помада. Фух. Оттеночный бальзам для губ. Nars Orgasm. Мне кажется, что я его купила в этом году. Мне кажется, не в прошлом, а в этом. И он потрясающий. Я так много его ношу. Это одна из тех помад, один из тех оттенков, которые просто очень вам идут. То есть, вы его наносите, и вы потрясающе смотритесь. Он подходит под любой макияж. Он смотрится нейтрально, но это вот потрясающий бальзам. Он не дешёвый, это Nars, окей. Но он просто настолько делает губы настолько соблазнительными, я не знаю, как по-другому его назвать. То есть, они просто мерцают, в них есть немножко оттенка, они просто смотрятся прям... Если я сама могу так сказать про свои губы. Ну, в общем, когда я его ношу, я прям очень рада. Я такая, типа, оп, да, отлично выгляжу, да. Это звучит так отлично. Мне интересно, нет помады на зубах? Это я так себя хвалю? Нет. Прям просто очень удачный оттенок. Мне кажется, он пойдёт всем. Абсолютно. Я теперь хочу купить такие же румяные, такой же... Мне кажется, у них есть масло или блеск для губ вот похожего оттенка. То есть, он с одной стороны еле заметный, но с другой стороны он такой красивый. То есть, это один из тех моментов, когда у меня есть много оттеночных бальзамов, но у меня есть много хороших бюджетных оттеночных бальзамов. Я сейчас про некоторые из них скажу. Но этот, мне кажется, стоит своих денег. Он просто настолько красивый. И да, это всегда прикольно, когда на работе, когда ты из коллекции, вы спросите, типа, о, как красиво, а что это у тебя на губах? Это просто оргазм. Да. Вот, к слову, про красивый оттеночный бальзам. У Ивенса, а богу, что это потрясающий оттеночный бальзам, вы наверняка про них слышали. У меня есть они все, но два оттенка мне нравятся особенно. Первый – это 02, и он вот как раз тоже такой немножко розовато-персиковый. Сейчас я его нанесу рядом с Арказмом. Сколько мне лет, что меня так веселит. Вот, он немножко более персиковый. Мне он очень нравится. Он смотрится, опять же, на губах естественно, симпатично, он придаёт им оттенок. Он также их прекрасно увлажняет. Ну, я имею в виду, Вивьен все делают прекрасно. Ну, что я могу сказать? Вивьен, они в этом году просто вышли для себя на новый уровень. При том, что они изначально были на очень высоком уровне, но сейчас они просто как бы through the roof. И второй оттенок из этой же линейки, это 04, это самый культовый оттенок. Это вот как бы, если я спрашиваю на работе, кто пользуется какими оттенками, все им пользуются. Когда я спрашиваю в интернете, типа, о, ваша любимая нюдовая помада. Все такие, типа, естественно, бальзам для губ от Вивьенса, в оттенок 04, естественно. Тут просто один из этих бальзамов. У меня подруга бьюти-блогер, и она просто обожает бальзам. Она такая как бы, он у меня скоро закончится, что мне делать? Я не могу носить больше ничего. Мне, типа, присылают много помад, но я ими не пользуюсь просто потому, что я хочу пользоваться в легатим оттенком. Я такая, бро, я чувствую твою боль. Это холодный нюд, очень красивый на губах. Причем, когда я его открыла, я такая, о, он прям вообще немножко сероватый, о, как это будет смотреться на губах. А на губах смотрится прекрасно. Очень красивый, естественно, и просто, просто очень красивый. Все, что могу сказать. Нет истории. К слову про увлажнение, я не могу не поговорить про эти масла для губ от Vivienne Sable. Это лучшие масла для губ жизни. У меня были разные масла для губ, но с этим не сравнится ничего. Оно пахнет, как леденцы. Оно выглядит просто, как райские конфетки. И оно увлажняет губы, как ничто другое. У меня просто очень много бальзамов для губ, которые мне, ну, как бы нужно израсходовать. Если бы у меня их не было, я бы пользовалась только этими маслами. Но я их берегу на те моменты, когда вот как бы моим губам нужно экстра увлажнение. Я сегодня проснулась, опять же, у меня такие сухие губы, после жидкой помады вчера, я такая, окей, скраб для губ, а потом я несла это масло, и моим губам было так хорошо. И это вот в плане увлажнения ничто не сравнится с ними. Они так питают, увлажняют губы. Это просто лучшее, лучшее. Так, еще одна помада от Vivienne Sabo, которая потрясающая, от 1,605. И она у меня уже, смотрите, она уже заканчивается. Ну, как бы по моим меркам заканчивается. Потому что она такая красивая. И на новогодних, перед новогодними, я ее носила очень много, потому что это самая красивая мерцающая помада в моей коллекции. Вот она. Это мерцающий нюд. Это просто как шампанское у вас на губах. Она так соблазнительно и красиво мерцает, но при этом не слишком огромные блёстки на губах. Нет, это именно мерцание, это небольшой шиммер, но при этом она ослепительно мерцает. Она такая красивая, это просто невероятная помада. Я чувствую, что все новогодние будут носить либо её, либо какой-нибудь красный металлик. Потому что, да, я обожаю эту помаду. Также мне понравился блеск для губ Yensabeau, бриллиант 3D, оттенок 33. Это мерцающий нюд, потому что больше мерцающих нюдов в моей жизни мне нужно. Вот он. Очень красивый полупрозрачный блеск, я люблю такие. То есть, вы знаете, у меня я люблю свои красные губы, я также люблю свои полупрозрачные нюдово-персиково-розово-в общем, полупрозрачную мелоту. И этот блеск классифицируется ровно так. Недавно я снимала для вас видео с новой коллекцией Yensabeau. Но оно уже, по-моему, на канале. Или ещё нет? Если нет, то скоро будет. Коллекция называется Mordent Ballerine. Как раз откуда тушь. И вот помада оттенок 01. Это идеальный холодный цвет на зиму. Вот он. Такой холодный, немножко сливовый розовый. Очень красивый цвет. Я просто в него влюбилась. Кто видела? Я такая, да, супер, красота. Так, помада L'Etoile In Touch. Оттенок Baby Food. Самое странное название оттенка помады жизни. Помада Ombre. Вот с одной стороны более персиковая, с другой стороны рыжая. Я когда открыла, я такая... Ничего хорошего из этого не выйдет. Но эта помада очень красивая. Этот оттенок... Я когда встретилась с подружкой, которая визажиста, она такая... Это самая красивая помада из всех, что у тебя есть. Носи её всегда. Я так, окей, как скажешь. Ты, наверное, понимаешь в этом больше меня. Вот она. Вот видите, более светлая сторона, более тёмная сторона. В итоге они смешиваются. Ну, просто потому что, как бы, эта помада, она... Сам стик. Он меньше моих губ. Ну, то есть, я не могу просто вот сделать вот так и накрасить. У меня, как бы, остается непрокрашенная часть внутри губ. И, как бы, это большие проблемы и сложности. Поэтому в итоге они просто смешиваются у меня на губах. И когда они смешиваются, они дают вот такой оттенок. Вот он. Он очень красивый. Вот в смешении это просто лучший оттенок жизни. Очень красивый. Очень красивый. Я в этом году стала носить больше таких персиковых, более тёплых оттенков. И они мне очень понравились. Ещё один персиковый оттенок, который мне понравился. Это, опять же, ритуаль. Оттенок 417 Бесу. Вот он. Он также был в каком-то видео с новой косметикой. И он такой красивый. Вот он. Вот он. Мне просто начали нравиться такие оттенки. Я никогда их особо не носила. То есть я к ним относилась с симпатией, но мне казалось, что мне они не идут. А в этом году я решила, что они мне идут. У меня есть ещё некоторое количество подобных оттенков. Но это просто вот самые-самые, которые мне понравились. Так. Ну, естественно, розовые. Куда без них. Мне понравилась помада Пинап, Люкс Визаж. Оттенок 19. Я очень люблю эту линейку помад в целом. Я считаю, что это вот в плане качества одни из лучших жидких помад. Они прекрасно держатся. Они не сушат губы. Они ровно ложатся. Они... Ну, как бы они в течение всего дня хорошо смотрятся на губах. Что далеко не все жидкие воды делают. И также они комфортные. Они их не сушат, не обдираются. И это очень красивый цвет розовый. Он просто очень... Очень удачный. Мне он прямо нравится на себе. То есть это прекрасное дополнение к такому более нейтральному макияжу. Или более драматичному. На самом деле, к любому макияжу. Просто очень красивый розовый цвет. Так. Более холодный розовый цвет, который мне понравился. Это Kat Von D. Lolita. Hey, Lolita. Hey. Я каждый раз, когда её вижу, вспоминаю песенку Kat Von D. И такая... Это холодный нюд. Я сначала была не уверена, что я думала насчёт этой помады. Но в итоге она мне очень понравилась. Это мой любимый теперь холодный нюд жизни вообще. Ну, и естественно, в плане качества помады Kat Von D. Они как бы прекрасные. Они сушат губы, но они держатся просто невероятно долго. И отлично. И я просто очень люблю эту помаду. Чуть не забыла Тома Форда. Как грубо с моей стороны. Так. Пытаюсь понять, как нам идти с точки зрения оттенков. Ладно, окей. Я, наверное, расскажу вам про всю эту линейку. Потому что это одна из лучших линейок этого года. Это Vivienne Sabo. Линейка называется Rouge Feminist. И эта линейка там очень много разных оттенков. И они все невероятно красивые. И я начну вот с этих двух. Это мои самые любимые оттенки. Самый-самый любимый. Это 03 оттенок Marie. И все помады названы в честь великих женщин. Это вот Marie Curie. И это такой красивый цвет. Это теплый, такой нюдово-розовато-персиковый. Он такой красивый. Он так здорово смотрится на губах. И он просто... Просто прекрасно смотрится. Вы его видели в куче моих видео. И я его носила очень часто. Второй оттенок, который мне понравился, это 02 оттенок George. Он более холодный и розовый. Также невероятно красивый. Вот он. И в целом вся линейка мне очень нравится. У меня, кстати, на канале есть видео со сводчами. Я там делаю сводчи всей этой линейки. Вот те оттенки, которые сейчас вышли. Потому что я знаю, что скоро должны выйти еще. Вот на те, которые вышли, они вот у меня есть. Я сняла на них видео сколько-то месяцев назад. Оно есть у меня на канале. Потом оттенок Simone 08. И это очень необычный теплый розовый. Это просто один из тех оттенков, которые... У-у-у-у. Он был на мне в видео True Crime. Не могу вспомнить, какой именно. Если вспомню, я вам скажу. Нет, пока не помню. Вот, в общем, очень красивый такой розовато-красный. И, естественно, у меня на губах сегодня, если вам было интересно, это из этой же линейки оттенок 06. Франсуаз. Это огненно-рыжо-красный. Такой красивый. Ух! Я так люблю эти рыжие-красные оттенки. Особенно на лето. И на все остальные времена года. Я их просто обожаю. Опять же, только в этом году я поняла, насколько сильно я люблю эти вот рыжевато-красные. И только в этом году я смогла найти рыжевато-красные, которые похожи на подобный оттенок из линейки Dita Fontis и Art Deco. И я просто счастлива. И эта помада такая красивая. И такая сочная. Мне нравится, что эти помады кремовые. Они очень сочные. И очень прямо сочно мерцают на губах. Естественно, красная помада из этой линейки прекрасная. Это 07 Габриэль в честь Шанель. Это прекрасный классический красный. Восхитительный. Это такая красивая помада. Так, и теперь мы переходим к красным помадам. Потому что, естественно, по моей традиции, каждый месяц у меня была очередная новая любимая красная помада. Даже когда я перестала снимать фавориты, все равно у меня каждый месяц была новая красная помада, которую я пробовала. И от которой я была в восторге. И так, начнем с Art Visage. Это линейка Moulin Rouge. Оттенок 86. Опять же, это более теплый красный. И он теплый и насыщенный. Я снимала для вас коллекцию своих красных помад. Поэтому там их много. Если вы любите смотреть на красные помады, посмотрите это видео. Потому что там их очень много. Вот эта помада, она восхитительная. Она кремовая. Она очень красивая на губах. Следующая помада. Это Kat Von D. Started Kiss. Оттенок Hexagram. И это очень необычный красный. Это немножко приглушенный. Холодный. Во-первых, упаковка дает мне жизнь. Все упаковки Kat Von D настолько идеальны. Я недавно на работе доставала, что есть Kat Von D. И мне коллега такая, эта марка просто создана для тебя. Она выглядит вот прямо как будто ее делали по стилю под тебя. И я такая, спасибо. Вот. Эта помада, она холодно-прекрасная. Холодно-прекрасно-красная. Видите, она... В ней есть немножко бордового. Она немножко зачерненная, я бы сказала. Она восхитительная. Она матовая. И она такая красивая на губах. Я несколько дней подряд ее носила. Просто потому что я не могла перестать ее носить. Она настолько восхитительная. Да, я знаю. Мне нравятся и теплые красные, и холодные красные. Кстати, про холодные красные. Мне очень понравилась помада Evelyn из линейки Matte. Оттенок 53. Это один из тех цветов, на которые я получаю много комплиментов. Знаете, есть помады, вы их наносите, и люди просто начинают делать вам комплименты. Вот этот оттенок. Она матовая. Она сушит губы, как... Но она настолько красивая. Вот в плане этого оттенка я готова терпеть и сушение губ, просто чтобы этот цвет был со мной. Ну, схитительный цвет. И последняя красная помада, которая мне понравилась в этом году, это Evienne Sabo Vivid Matte Liquid. Оттенок 35 Rebel Red. Мне понравилось название оттенка. И это тоже более тёплый красный. И он держится на ваших губах вечно. Это очень стойкая помада. Она, кстати, не становится вот совсем уж такой сушающей матовой. Ну, по крайней мере, у меня. Вот. Но она при этом очень стойкая. Восхитительная. Да. Это более такой классический красный. Он немножко более тёплый, но тем не менее он такой классический такой пинап. А вы знаете меня? Я люблю пинап красный цветок. И у меня садится батарейка. А, а, ещё одна красная помада. Её нельзя купить, потому что это была лимитка, но она просто мне понравилась в этом году и попалась мне в этом году. И это MAC из коллекции с Дитой Фонтис. И оттенок называется Фонтис. И он настолько идеальный. Ну, то есть, я её когда... Мне её подарила подруга, я такая... Я не заслуживаю тебя. Вы знаете, что Дитой Фонтис это просто икона стиля для меня. Просто вот как бы моя королева. Я её просто обожаю. И когда вышла эта коллекция, я не успела её купить. И я просто ненавидела себя за это. И моя подруга нашла для меня эту помаду. И это было так классно. И эта помада, она настолько идеальная, что... Ну, вот я, когда её нанесла в первый раз, я такая, окей. Сразу видно, что её создавала самая идеальная женщина на свете. Просто потому что это идеальнейший красный. При том, что он похож на остальные красные, но он другой. Он немножко другой. Он немножко более холодный, но не слишком холодный. Он яркий, но не слишком неоновый. Он просто идеальнейший красивый красный. Есть красные помады, которые я наношу, честно. Вот я знаю, что люди всегда очень добры ко мне в плане красных помадок. Типа, ууу, Лена, тебе идут все красные помады. Мне никогда не будут эти красные помады так же, как тебе. И тебе они так идут. На самом деле, есть красные помады, которые я наношу. Я такая, что вообще заставило меня думать, что мне идут красные помады. Это выглядит чудовищно. А есть красные помады, которые я наношу, и я такая, я буду носить это каждый день в своей жизни. Это одна из тех помад. Это одна из тех помад, которые я наношу, и я такая, какая красота, как это здорово смотрится. Это просто идеальнейший оттенок. Один из идеальнейших оттенков. Ну, я имею в виду никаких проблем, я знаю. Так, и у нас осталось еще три помады. Они более темные. И первая это Tom Ford оттенок Orchid Fatal. Вы его видели в моем видео с True Crime, опять же, про комнату там, где Artemis Opal 3. Opal 3, Opal 3. Вот парень, которого убили в гостиничном номере. Вот там на мне эта помада, и она просто такая красивая. Опять же, помада, которую я попробовала, а потом ее носила в течение нескольких дней, потому что я просто не могла перестать ее носить. Она такая сочная. И такая соблазнительная. Я очень надеюсь, что мой максимально неловкое место для сводча вам все равно дает хоть какое-то представление о том, насколько... Боже ты, вот она. Она такая красивая. Она так сочно смотрится на губах. То есть, это одна из тех помад, которую вы наносите, и я... Ну, то есть, по крайней мере, я ее наношу, и я такая, типа... Ууу, I'm that bitch. Яс. Это звучит так патетично, но это, на самом деле, одна из тех помад, которые вы наносите и чувствуете себя просто вообще роскошнейшей роковой женщиной. Серьезно. Ну, по крайней мере, на мне это работает именно так. Я обожаю этот оттенок. Вот он такой. Обожаю эту помаду. Она темная, но при этом она довольно носибельная, по моим меркам. Еще одна темная носибельная помада, это Nars, оттенок Fast Ride. Вы ее видели в видео True Crime про семью Ван Бреда. И это темная, она довольно носибельная помада. Она не слишком плотная, и за счет этого она довольно такая. Ну, вы можете ее носить... Ну, не каждый день, но как бы... Ну, по моим меркам она носибельная. Вот она. Темная, но видите, она как бы в один слой полупрозрачная, а потом вы можете ее делать более плотной. Вот. Вот удачная помада. Я всегда еще такой темный на каждый день, потому что что-то, с чем я могу ходить в офис, но при этом как бы не просто какие-то матовые бордовые губы, потому что это немножко, множко на каждый день. Даже для меня. Вот. А это вполне носибельно, поэтому очень удачная помада. Увлажняет губы, очень комфортно на губах, и довольно неплохо держится. Поэтому, да. Nars, Fast Ride, Gouda. И последняя темная помада, которая мне понравилась, это Kat Von D, оттенок Sinner. Она шла в наборе с туалетной водой, про которую я сейчас поговорю. И это, вы ее видели в видео с новой косметикой, там, где как раз вот темная помада и звезды у меня на лице. И также в видео про семью, как они назывались, Jameson. Вот. Это темная помада. Она фиолетовая, и когда я ее заказала в наборе с туалетной водой, и я начала глюбиться в очередь, все такие, типа, она слишком темная, ее невозможно носить. Я такая, блин. То есть, я люблю темные помады, но очень многие темные и холодные помады мне смотрятся ужасной. Поэтому я такая, блин, я не смогу ее носить. А она мне так нравится, то есть, она смотрится вполне носибельно. Есть темные помады, которые я ношу, я такая, я не смогу выйти с этим из дома. А с этим запросто. Ну, то есть, она мне на себе очень нравится. Она темная и холодная, но вполне носибельная. И очень стойкая, естественно. Прекраснейшая помада. И последние – это духи, которые мне понравились в этом году. И мои любимейшие духи этого года – это как раз-таки Kat Von D. Sinner. Они вышли много лет назад, и я мечтала о них. Я мечтала о них, потому что я знала, что Kat, для меня Kat, она примерно как, ну, то есть, Дита как бы для меня во всем прямо образец для подражения. Kat, конечно, немножко такой неоднозначный персонаж. Сейчас бьюти-сообщество ее просто игнорирует. Типа, мы ненавидим Kat Von D, вакцинируй своих детей. Вот, но в целом, как бы, ее косметика для меня – это просто… То есть, ее концепция косметики – это вот, ну, максимально близкая для меня концепция косметики. То есть, если бы я могла делать косметику, я бы, наверное, делала примерно то же, что и она. И поэтому, когда появились эти духи, сколько лет назад, я мечтала о них. И это название – Sinner, я имею в виду – грешница, я имею в виду, насколько это вообще идеально. И вот мы с подругой делали заказ через Сифару американскую, потому что у нас эти духи не продаются. Вот, и через американскую Сифару мы их заказали. И здесь, вы видите, на упаковке маленький череп снизу. Я просто, господи, насколько это идеально. И это настолько идеальная туалетная вода. Она просто настолько прекрасно мне подходит. То есть, это один из тех ароматов, которые вы на себя наносите, и вы понимаете, что это оно. Что, как бы, да, идеально. Она не стойкая, ну, по крайней мере, на себе ее перестают чувствовать через пару часов. Но она просто идеальная. Я ее обожаю. Это моя, безусловно, любимая туалетная вода жизни. И оказалось, что из Сифары нельзя перевозить жидкости. И, как бы, мы... Ну, как бы, просто чудом я смогла ее получить. Это также значит, что я не смогу заказать ее в дальнейшем. Я просто, я не знаю, что я буду делать, когда она закончится. То есть, как бы, я просто лягу и умру, я полагаю. Ну, я сейчас драматизирую, но, тем не менее, я не знаю, что я буду делать, когда она закончится. Ну, либо мне придется лететь в Америку, чтобы ее купить. Я имею в виду ради этого аромата. Возможно, я бы даже это сделала. Идеальнейший аромат. Если у вас есть возможность его купить, вы знаете, что делать. И еще мне очень понравилось. Это марка Es Parfume. Они делают, как бы, knock-off, ну, как бы, копии парфюмов. И очень убедительные. У меня это Жадор от Диор. И он очень... Ой, ну, как бы, он в один-в-один, как Диор. То есть, бывают вот эти вот копии, которые, ну, в принципе, да, похожи. Но здесь, когда я нашел эту туалетную воду, люди ее узнают. Они такие, типа, о, это же Жадор от Диор. До такой степени. Вот, поэтому, как бы, абсолютная копия этого аромата. И у меня она уже вот там буквально на чуть-чуть осталась. Я думаю, что я просто куплю Диор после этого. И его. Не знаю. Вот, в общем, прекрасно. Я так люблю Жадор от Диор. Мне его дарил отец, когда я была в институте. И этот аромат у меня стырается с папой. Я такая... Вот. И в целом он у меня стырается с тем временем, когда я начала только носить винтаж. И в целом этот аромат, который идеально подходит под винтажные образы. Поэтому я получила этот аромат. Я такая, блин, это настолько все идеально. Вот. Поэтому, да, это также был мой аромат года. Вот, и это все, это все, что мне понравилось в этом году. Не бьюти-фаворит этого года. Просто лучший момент, который кто-либо сделал для меня в этом... Нет, это звучит немножко... Ну, вы понимаете, о чем я. В общем, угловой в полуфинале Лиги Чемпионов. Вы понимаете, о чем я. Тренд Александра Арнольд. Просто игрок года. Игрок жизни для меня. Вот, да, это... Это был мой любимый не бьюти-момент этого года. Прекраснейший ответный полуфинал против Барселоны. В целом мой клуб Ливерпуль. Ливерпуль в этом году это просто один огромный фаворит. Я... Я болею за этот клуб с 2002 года. И я просто... Вау. Я не думала, что когда-нибудь я увижу эту команду настолько прекрасной. Когда мы играли позавчера, это было... Вау. Я прямо немножко... Был матч с Лестером. Вот. И они играли настолько хорошо, что я такая... Я не могу поверить, что я дожила до того момента, когда моя команда играет так. Когда как бы... Ну, это лучший состав, который я видела. Я знаю, что люди, которые болеют дольше меня, они тоже такие... Это лучший состав, который мы видели. Я просто... Вау. Этот клуб прошел через столько, и я прошла с тем клубом через столько, и... Я в буквальном смысле прослезилась под конец матча, потому что очень много эмоций. Я думаю, вау. Неужели это на самом деле мой клуб? Вот. Да. Оф то. Главный мой фаворит года, безусловно. Ну что, друзья, это все. Спасибо большое за просмотр. Это очень длинное видео. Если вы досмотрели его до конца, то дистанционные обнимашки от меня к вам. Спасибо за просмотр. Прекрасного дня и прекрасного настроения. Отличного дня и прекрасного настроения, я обычно говорю, да? Это обычно происходит настолько естественно, что я такая... Забыла, как это происходит. Вот, в общем, все. Спасибо. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok